Вашему вниманию представлен мультимедийный курс по дисциплине биохимия, тема «Классификация витаминов». Автор – кандидат педагогических наук, доцент Тюменцева Евгения Юрьевна. На данной лекции будут рассмотрены два вопроса. Первый вопрос – общая характеристика витаминов, и второй – классификация и номерклатура витаминов. Все жизненные процессы протекают в организме при непосредственном участии витаминов. Витамины входят в состав более 100 ферментов, запускающих огромное число реакций, способствуют поддержанию защитных сил организма, повышают устойчивость организма к действию различных факторов окружающей среды. Витамины – это низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, биорегуляторы процессов, протекающих в живом организме. Это важнейший класс незаменимых пищевых веществ, и для нормальной жизнедеятельности человека необходимы витамины в небольших количествах. Они играют важную роль в поддержании иммунитета, то есть делают наш организм более устойчивым к болезням. Витамины не действуют поодиночке, они работают в команде. Тем не менее, для того, чтобы оставаться здоровыми, все витамины должны работать вместе. Например, витамин В2 активизирует витамин В6. Витамин В1, В2, В6 и В12 вместе извлекают энергию из углеводов, белков и жиров. Отсутствие хотя бы одного из этой группы В-витаминов замедляет работу всех остальных. Витамины из всех нутриентов обладают наименьшей устойчивостью. В процессе хранения и технологической переработки пищевого сырья, а также при хранении готовых продуктов питания, происходит существенное изменение их витаминного состава. Основными факторами, влияющими на степень и скорость изменения витаминов, являются действие света и кислорода воздуха, температура хранения и обработки, реакция среды, а также взаимодействие витаминов с ионными металлом и другие. Посмотрим на слайд и увидим, что среди витаминов наибольшей устойчивостью обладают витамины ПП, В6, В2, В3 и H. Высокой чувствительностью к действию света отличаются витамины С, В2 и В9. Термолобильными являются витамины А и С. Разрушаются кислородом воздуха витамины С, А, Е, В1 и В9. Эти витамины являются антиокислителями и могут предохранять наше сырье и продукты от окислительной порчи. Каждый витамин играет свою роль. Изучим дальнейшее их воздействие. Рассмотрим общую характеристику витаминов. Во-первых, в организме витамины не образуются. Они должны поступать к нам с пищей. Их биосинтез осуществляется вне организма человека. Тех витаминов, которые синтезируются кишечной микрофлорой, обычно недостаточно для покрытия потребностей организма. Это тоже, можно сказать, что внешняя среда. Исключением является витамин ПП, который может синтезироваться из трептофана, и витамин Д, синтезируем из холестерола. Вторая характеристика говорит о том, что витамины не являются пластическим материалом. Исключением будет витамин Ф. Третья характеристика. Витамины не служат источником энергии. Они нужны организму не для этого. Исключением является также витамин Ф. Четвертую характеристику я уже упоминала при сегодняшней лекции. Витамины необходимы для всех жизненных процессов и биологически активны уже в малых количествах. Пятое. При поступлении в организм витамины оказывают влияние на биохимические процессы, протекающие в любых тканях и органах. То есть они не специфичны по органам. И шестая завершающая характеристика. В повышенных дозах витамины могут использоваться в лечебных целях в качестве не специфических средств. Например, При сахарном диабете используют витамины В1, В2 и В6. При простудных и инфекционных заболеваниях все мы знаем с детства, что необходим витамин С. И при первых симптомах простудных заболеваниях мы тут же выпиваем витамин С. При бронхиальной астме необходим витамин ПП. При язвах желудочно-кишечного тракта нам необходимо витаминоподобное вещество. Таким образом, в повышенных дозах еще раз повторюсь, что витамины могут использоваться в лечебных целях. Жирорастворимые витамины при увеличении дозы могут накапливаться и вызывать гипервитаминозы с рядом общих симптомов. Такими как потеря аппетита, растворство желудочно-кишечного тракта, могут быть сильные головные боли, повышенная возбудимость нервной системы, внешние проявления, это может быть выпадение волос, шелушение кожи. Также могут возникать специфические признаки. Например, яркая картина гипервитаминозов отмечается для витаминов А и Д. Нехватка витаминов ведет к развитию патологических процессов в виде специфических гиповитаминозов или авитаминозов. Широко распространенные скрытые формы витаминной недостаточности не имеют каких-либо внешних проявлений и симптомов, но оказывают отрицательное влияние на работоспособность, на общий тонус организма, его устойчивость к разным неблагоприятным факторам. А витаминоз – это отсутствие того или иного витамина. Гиповитаминоз – это недостаток того или иного витамина. Причины нехватки витаминов в организме человека могут быть экзогенные и эндокенные, то есть наружи пришедшие причины или внутри организма находящиеся. Одной из причин экзогенных нехваток витаминов является нерациональное питание, то есть недостаточное потребление витаминов с пищей. Установлено, что в сравнении с серединой XX века содержание витаминов в продуктах питания в среднем снизилось примерно на 50%. Это связывает с интенсивным земледелием и истощением почв, селекцией овощей и фруктов в пользу повышения зеленой массы и красивого внешнего вида, но снижением содержания витаминов. Еще причины экзогенные – это гельминтозы, лимблиозы и дизентерия, а также дисбактериоз кишечника. Эндогенными причинами являются нарушение всасывания в организме человека, заболевание печени, желчного пузыря – это характерно для жирорастворимых витаминов, а также повышенная потребность в период беременности, в период больших физических нагрузок, лактации. Еще одной из причин являются генетические дефекты коферментообразующих ферментов. Некоторые витамины поступают в организм в виде так называемых провитаминов. В организме провитамины превращаются в активные формы. Например, каротиноиды превращаются в витамин А, пищевой эргостерол и 7-дигидрохолестерол под воздействием ультрафиолетовых лучей превращаются соответственно в витамин Д2 и витамин Д3. Рассмотрим еще одно понятие – это антивитамины. Антивитамины – это вещества, которые замещают витамины и коферменты в биохимических реакциях или препятствуют синтезу кофермента или еще каким-либо образом препятствуют действию витамина. Например, декумарол – это антивитамин К. Он препятствует образованию активной формы витамина К, что блокирует синтез факторов свертывания крови. Перейдем ко второму вопросу – классификация витаминов. Различают следующие группы витаминов – водорастворимые, жирорастворимые и витаминоподобные вещества. Водорастворимые вещества – это В1, В2, В6, ПП, С и другие витамины группы В. Жирорастворимые вещества – это витамины А, Д, Е и К. Витаминоподобные вещества – это жирорастворимые и водорастворимые. И они также представлены на слайде. На следующих лекциях мы подробно ознакомимся с водорастворимыми и жирорастворимыми витаминами. Возьми, видим, что дети, уже примеры вاخируют витаминовые и водорастворимые витамины. Продолжение следует...